Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете заказать и через интернет. Автор сотен видео в интернете. Как правильно питаться. Как правильно пить воду. Как правильно дышать. Как правильно объединить эти три основных компонента. Чтобы у вас получился здоровый образ жизни. В данном случае в состоянии покоя. Если же вы хотите вести более активный образ жизни. Иными словами заниматься спортом, фитнесом. Либо у вас работа связана с физическими, либо эмоциональными перегрузками. Сложности увеличиваются. Потому как в этом случае вы должны тратить те резервы. Которые вы создали в состоянии покоя. Если резервов мало. Соответственно уровень здоровья у вас будет не увеличиваться. А уменьшаться. Именно потому и решил написать это видео. Как же правильно питаться при тренировках. Чтобы получить тот результат, который вы хотите получить. А именно кто-то хочет похудеть. Кто-то хочет набрать мышечную массу. Кто-то хочет просто оздоровиться. Ответы на эти вопросы вы найдете в этом видео. Если просмотрите его до конца. Как же правильно питаться при тренировках? Правильный ответ зависит от поставленной вами цели. Если вы хотите с помощью физических нагрузок во время тренировок снизить вес. Уменьшить объем жировой ткани. То первую часть тренировки вы должны сжигать гликоген. Находящийся в мышцах и в печени. Если у спортсмена гликогена в мышцах может быть грамм 200 и более. Если вы человек неподготовленный. Возможно грамм 100 гликогена там и будет накоплено. Это примерно 400 килокалорий нагрузки. И мышцы ваши от гликогена свободны. Также вы должны сжечь гликоген, который находится в печени. Если у вас печень здорова. Примерно 200 грамм гликогена она может вмещать. Если же у вас своя история различных органичительных диет. Приличный стаж ожирения. В печени чаще всего регистрируется явление жирового гепатоза. Либо стеата гепатита. И такая печень паршивейшим образом вне физических нагрузок. Обеспечивает поддержание правильного обмена веществ на уровне клеток. Но! В этом случае она содержит значительно меньше гликогена. А значит вводная первая часть тренировки будет достаточно короткой. Чаще всего нужно 30-40 минут нагрузки. Для того чтобы остатки гликогена покинули мышцу либо печень. И в данном случае как источник энергии. Как основной источник энергии. Используются именно жиры. Жиры мобилизуются из депо. Попадают в кровь. Их печень. В печени включается глюконеогенез. И жиры превращаются в углеводы. Поддерживается уровень сахара в крови. И на этом сахаре работает мышца. Вес снижается. Но! Очень непростое это занятие. Потому как печень не самая здоровая. И этот процесс может полноценно не включаться. Но если вы хотите таким способом снижать вес. Это ваш выбор. И в данном случае правильное питание перед тренировкой. Это практически голод. Зачем вам лишние продукты питания сжигать? У вас первая часть тренировки будет длинная. Более продолжительная. А вторая во время которой вы будете сжигать жиры. Будет коротка. Вам нужно дойти до состояния ноль углеводов в печени и мышцах. Только после этого включается глюконеогенез. С переработкой жиров из жировой ткани. В нужный вам в данном случае сахар. Поэтому за 30-40 минут до тренировки. В пустой желудок. Вы можете ввести 200-300-400 мл воды. Выпили водичку. И с помощью этой водички она уйдет в кишечник. Будет постепенно всасываться в кровь. И поддерживать в достаточно низком уровне вязкость крови. В этом случае большая степень безопасности для вас во время нагрузки присутствует. И регулярно выполняя такие движения. Вы будете постепенно снижать вес. За счет именно жировой ткани. После тренировки я бы советовал все-таки перекусить. Да, процесс будет какое-то время продолжаться. Вы можете подбросить в свой организм. Выпить воды после тренировки. Можно выпить какой-то сок кислого кисло-сладкого вкуса. Лучше не сладкий. Много углеводов вам не нужно в данном случае. А сок кислого кисло-сладкого вкуса активирует работу пищеварительной системы. И вы можете уже правильно перекусить. Здесь могут быть разные продукты. Все зависит от того, в какой степени изменен обмен веществ. Ведь по умолчанию у вас есть жировой гепатоз. Есть статогепатит. А значит обмен веществ работает не самым лучшим образом. И нужно знать, какие звенья в какой степени изменены. От этого зависит правильное питание после тренировки. Во время тренировки. Даже если вам очень хочется пить. Вариантов два. Либо вы прекращаете тренировку на том этапе, на котором вы находитесь. Но воду пить нельзя. Попадание воды. Быстрое попадание воды из кишечника в кровь. Может резко увеличить объем крови. И создать дополнительную наружку на сердце. Как правило, имея избыточный вес. Есть явление миокардия дистрофии. Возможны другие изменения в состоянии сердечной мышцы. И это не самый лучший повод. Не самый лучший способ проверить ее работоспособность. Употребляя воду во время физической нагрузки. А вот как правильно использовать правильное питание при тренировках в других случаях. Вы узнаете прямо сейчас. Если же вы искали, как правильно питаться при тренировках для здоровья. Правильный ответ на этот вопрос совершенно иной. Примерно за час-полтора до начала физической нагрузки должен состояться правильный перекус. А зайдут в его составе. Жидкая каша рисовая либо гречневая. Кукурузная либо пшенная. Овощной суп либо овощной рагу. Это ваш выбор. Или выбор вашего организма. В случае наличия ограничивающих эти продукты или эти блюда заболеваний. Но. В любом случае. Вы перед физической нагрузкой создали определенный запас энергии и запас воды. Правильность которого, то есть соответствие перекуса и физической нагрузки определяет всего два фактора. Чувство жажды и чувство голода. Если при физической нагрузке возникло чувство жажды. Это говорит о том, что мобильные резервы воды в вашем организме были недостаточны. И нужна коррекция перекуса. Нужна коррекция условий, в которых выполняется физическая нагрузка. Потому как терпеть чувство жажды не советую. Удовлетворять чувство жажды во время физической нагрузки употребляя воду также не советую. В любом случае разными путями, но резко снижаются возможности вашего сердца. И можно так доиграться и до инвалидности. Если же во время физической нагрузки появилось чувство голода. Это говорит о том, что вы немножко переоценили возможности своей печени. В которой мобильный резерв углеводов в виде гликогена закончился. И она вынуждена переходить на глюконеогенез. В этом случае вы просто физической нагрузкой проверили слабость вашей печени. Которая не болит. До последних стадий цирроза. Но плохо работает у многих. Я немножко знаю что это такое. Одна из опубликованных книг. Секреты здоровья или что делать если у вас есть печень и почки. И печень и почки при физических нагрузках имеют определенное значение. Я бы сказал очень важное значение. И за их состоянием нужно следить. Оптимально если чувство жажды и чувство голода. Появились у вас впереди восстановления после физических нагрузок. И вы их можете удовлетворить одним движением. Чувство жажды и чувство голода можно легко погасить. Употребляя не просто воду. А можно воду употребить. Лучше употребить сок кислого. Кисло-сладкого вкуса. Это может быть микс фруктово-овощной. Но в любом случае. Вы во время тренировки воду теряете. И эти потери нужно восполнять. А если вода заходит не просто как вода. А вода еще с какими-то раздражающими желудок веществами. То вы можете улучшить переваривание пищи. Которая зайдет после этого в желудок. Качество которой и количество которой определяет расстояние. Временной промежуток окончания тренировки и сон. Чем этот промежуток больше. Тем больше выбор продуктов у вас может быть. И вы их употребляете правильно. Чем этот промежуток короче. Соответственно сужается и выбор продуктов. Которые можно внести после тренировки в организм. А вносить нужно. Потому как потери энергии также состоялись в вашем организме. Мышца работала. Потерялись. И белки. Износ белков идет. Восстанавливать нужно. Аминокислоты нужны. Вот вопрос. Как правильно питаться после тренировки? В одном из моих видео будет такое видео. Как правильно питаться после 18, 17, 16 и далее часов. И вы сможете найти правильный ответ на этот вопрос. Какие же продукты нужно вносить после тренировки? В этом видео я эту информацию давать не буду. Она будет слишком громоздкая. Это видео будет слишком длинным и сложным для восприятия. А сейчас я расскажу как правильно питаться при тренировках. Если вам нужно увеличить объем мышечной массы. Это также очень непростой вопрос. И правильный ответ отличается от двух предыдущих. Кардинально отвечает. И это важно знать. Потому как часто люди. Даже ведя обычный образ жизни. Ставят перед собой тоже такую цель. Не обязательно это спорт. Это может быть и обычный человек. который тоже хочет немножко изменить рельефы своего тела. Вот как это сделать правильно? Вы узнаете прямо сейчас. Пожалуй самый сложный ответ на вопрос. Как правильно питаться при тренировках. Чтобы набрать мышечную массу. Потому как нужно учитывать два параллельных процесса. С одной стороны переваривание белковой пищи не ограничивается желудком. Оно стартует на кухне при правильном приготовлении пищи. Далее продолжается 1-2-3 часа. В зависимости от секреторной способности желудочного сока в желудке. После чего перемещается в кишечник. Где обрабатывается ферментами трепсинами. Химотрепсином. И переваривается до аминокислот. Конечно спортсмен может немножечко выиграть времени. Употребляя вместо белковых продуктов. Пищевые добавки. Состоящие из различных гидролизатов аминокислот. Но. После этого. Все аминокислоты любого происхождения. Попадают в кровь. 100% к печени. Где они должны быть синтезированы в уникальные белки. Уже вашего организма. После чего этот белок попадает в кровь. И идет к работающим клеткам. Несущественно. Это клетки иммунной системы. Клетки мозга. Либо мышечная ткань. В любом случае универсальный белок попадает в клетку. Там он разбирается вновь на аминокислоты. И собирается уже специфический белок. Характерный для клеток этого вида тканей. Будет это актин либо миозин в мышечной ткани. Либо белки памяти в мозге. Либо белки интерферон. Иммуноглобулины в клетках иммунной системы. Зависит от того куда эти белки попали. Но! От входа в пищеварительную систему. До появления в виде специфического белка на уровне клеток. Проходят примерно сутки. И на этот процесс могут повлиять различные факторы. Один из них. Собственно физическая нагрузка. Потому как пока находится белковая пища. Либо препараты содержащие аминокислоты. В пищеварительной системе. На ее переработку можно повлиять. Как со знаком плюс. Так и со знаком минус. Если в процессе пищеварения у вас появилась физическая нагрузка. Иными словами. Если часа за 2-3 до физической нагрузки вы съели кусок рыбы. Рыба до конца еще не переварилась. Да она уже прошла этап переваривания в желудке. Но она продолжает перевариваться в тонком кишечнике. И в случае если вы занимаетесь интенсивно физической нагрузкой. А для того чтобы накачать мышцу. Нужно делать именно так. В этом случае. Кровь из пищеварительной системы. Уходит. Идет к мышцам. Там где идет работа. В пищеварительной системе появляется легкая гипоксия. Пищеварение затормозилось. А бактерии которые там есть. Используют рыбу уже по своему усмотрению. После физической нагрузки кровь пришла в пищеварительную систему. А рыба уже не та. Белки рыбы уже частично переварены патогенной микрофлорой. И для того чтобы правильно сочетать употребление пищи и физической нагрузки. Нужно просчитывать вот эти все факторы. И правильно сочетать приемы пищи и физическую нагрузку. Чтобы ни один, ни другой процесс друг другу не вредили. И парадокс состоит в том. Что спортсмен высокого уровня. Может. За 30-40 минут до физической нагрузки. Съесть даже свиную отбивную. Которая в этом случае пропитается желудочным соком. Пищеварение начнется. Но. Законсервируется. На период физической нагрузки. Да отбивная перевариваться не будет. Но она находится в безопасности. В желудке в кислой среде. Бактерии практически не развиваются. И ваша отбивная в безопасности. В то время как если вы съели ту же отбивную за более продолжительный период времени. Часа за 2-3 до нагрузки. Она находясь в кишечнике. Может подвергаться воздействию. И ее будут употреблять по своему усмотрению. Подгенные бактерии. Которые в кишечнике всегда есть. А ваша пищеварительная система им не мешает. Потому как кровь находится не в системе пищеварения. А кровь находится в опорно-двигательном аппарате. И в этом случае важно правильно учитывать время переваривания пищи. Вместе с вашими физическими нагрузками. Вот тогда польза от физических нагрузок будет максимальна. Очень много факторов нужно учитывать в обычной жизнедеятельности. А особенно если вы стремитесь вести более физически активный образ жизни. Но! Чем больше факторов вы учитываете. Тем больше уровень здоровья у вас будет. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. Но! Хотел бы напомнить. У меня есть в интернете еще один канал. Школа доктора Скачко. Его найти по этим ключевым словам не сложно. Там есть несколько видео как правильно дышать. При разных видах физических нагрузок. Также как правильно дышать для похудения. И вы эти видео можете легко просмотреть. Чтобы пользы от вашего образа жизни вам было больше. Чтобы он был более похож на здоровый образ жизни. В этом случае вы будете жить и лучше и дольше. До новых встреч на моих каналах. До новых встреч на моих каналах. И до новых встреч на моих каналах. Поехали. Поехали.